в один из выходных я взял как бы существующую логику которую мы уже написали на spark streaming и буквально за вечер перенес ее на как бы на кавка streams мне очень сильно понравился результат приложение получилось очень ваконичном я написал очень быстро как бы и я решил как бы изучить эту библиотеку немножко поглубже и потом поделиться опытом который который я получил перед тем как я непосредственно что рассказывать про как бы как кавка streams я расскажу пару слов вообще что такое stream processing каким образом каким образом работает кавка потому что без этого как бы рассказывать как с ней как бы при помощи кавки процессе стримы смысла нет давайте поговорим все каким образом мы можем взаимодействовать с информацией первый как бы и самый простой способ у нас есть реквест да это какой-то один input мы его посылаем наше приложение его обрабатывает и шлет response пользователю если мы подумаем как бы про это приложение то она не способна обрабатывать исторические данные она обрабатывает только те запросы которые к нему приходят в будущем она не может обработать ничего исторического она обрабатывает запросы только после того как она поднялась первый вариант второй вариант это batch processing когда мы собираем все какие-то условно input и процессим их и возвращаемся output и такой вид приложения как бы он больше ориентирован на кита исторические данные то есть мы предварительно что-то накапливаем что-то процессим потом накапливаем процессим еще раз и собственно говоря третий вариант это stream processing у нас есть какой-то бесконечный поток данных он бесконечный и нам нужна какая-то его часть или возможно весь поток основная как бы фишка здесь что этот поток он где-то записан и мы можем постоянно его заре процессить опять же выбрать какие-то новые куски из него и вернусь сна говоря output пользователю какие-то вопросы есть понятно а теперь казалось бы причем здесь кавка да кавка сейчас себя позиционирует как распределенная стриминг платформы кто есть кто здесь в кавке есть такая сущность как продюсер ну как бы банально это то что записывает данные в кавку помечено красным есть консюмеры это как бы куски кода которые из кавки что-то вычитывают в последней версии ну как бы это была изначальная база как бы кавки сейчас есть отдельная как бы организация называется conflant они занимаются развитием и на базе вот как бы продюсеров и консюмеров создают очень богатую экосистему в последней версии как к библиотеке если не ошибаюсь это 010 появились две новые сущности называются connectors и stream processors что такое коннекторы условно кавку можно подключить какому-то существующему источнику данных вы можете себе представить что угодно то есть есть допустим jdbc connector который подключается к таблице какой-то и эту таблицу превращают в кавка топик и соответственно есть коннекторы которые что-то вычитывают из источников данных и отсылают это в кавку и есть коннекторы которые вычитывают из кавки и посылают другие источники данных то есть условно вы можете читать и же дбц перекладывать это в кавку и из кавки складывать на из 3 допустим и последняя библиотека которая появилась называется stream processors она позволяет совершать определенные манипуляции с этим потоком данных которые у вас как бы хранится в кавке вопрос есть а в принципе ничем просто коннектор это уже какими-то добрыми людьми написанные как бы продюсеры которые гарантированно работают включены в сообщество некоторые как бы коннекторы сразу сразу же идут в конфликт платформ так называется как бы то решение которое они представляют некоторые вы можете писать самому как бы сами в принципе да это абсолютно верное замечание это те же самые продюсеры и консюмеры только уже написанные и там свое api если немножко по-другому работают но в принципе абсолютно правильное замечание главной фишкой как бы кавки является топик что такое топик достаточно просто это партишнед лог то есть топик состоит из партишенов каждый партишен хранит в себе данные данные в партишенах находятся под уникальными порядковыми номерами которые называются офсетом для чего нужны партишены партишены являются минимальной точкой репликации они гарантируют то что ваши данные будут консистентны я сейчас объясню как это работает все те сообщения которые хранятся в партишенах вы можете называть их ивентами записями сообщениями как угодно они представляют из себя сообщение которое состоит из трех полей первое это поле это time stamp второе поле это ключ третье это значение а ключ и значение представлены в виде байтеры а каким образом работает репликация у нас есть четыре кавка брокера кавка брокер это машина на которой как бы приинсталлирована кавка как из чего состоит кластер продюсер пишет данные в свой топик и за каждым топиком закреплен некий лидер то есть как бы это то куда происходит запись после этого ответственность лидера эти данные разослать по фоллару по последователям таким образом гарантируется что эти данные хранятся в множественных копиях и никакой образом потеряться не могут если падает одна из машин данные условно как бы уже находятся на двух других машинах и вы ничего не теряете что именно данные но конечно как бы кавка гарантирует что вы данные никогда не потеряете то есть в принципе сейчас создатели кавки предлагают вам использовать при условии того что у вас есть неограниченное дисковое пространство можете использовать вместо hdfs это потому что суть как бы принцип тот же самый данные реплицируются данные доступны и данные можно очень быстро обращаться к ним очень быстро как бы получить доступ каким образом это все работает продюсер всегда записывает в конец этого файла у нас условно из topic с одним партишном запись происходит в конец то есть продюсер не записывает середину файл не записывает начало запись происходит только в конец и эта операция очень сильно оптимизирована на уровне файловой системы уровне операционной системы и работает очень быстро а также на этом слайде вы видите что из этого топика читают два консюмера consumer и консюмер б кавка никогда не удаляет данные ра сама по себе то есть когда консюмер данные высчитывать они никуда не делаются они остаются сохраненные в топике а топе хранится может храниться по двум так сказать параметрам то есть первое вы можете указать до какого объема должен нарасти топик то есть указываете 100 мегабайтов данные забиваются в этот топик достигает размер 100 мегабайт и после этого топик обнуляется, если вы хотите. Или вы можете указать retention policy, чтобы топик хранил данные условно до недели, месяц, год, в зависимости от того, есть у вас файловое пространство или нет. Важная особенность, что в каждом топике в партишене есть некий показатель watermark. Он говорит о том, что эти данные в районе девятки, они еще не были среплицированы между всеми машинами, и как бы вы еще читать их пока не можете, то есть консюмер не имеет к ним доступа. Как только данные будут среплицированы в районе девятки, консюмер А и консюмер Б смогут эту девятку условно прочитать. Вопросы? А если данные не смогли быть среплицированными, как в таких случаях? То есть, например, был один литер, и было место для репликации, и место для репликации упало. Как вы это читаете? Ну тогда он просто не даст нам прочитать, тогда не передвинется watermark, то есть Kafka гарантирует, что вы не сможете получить к тем данным, которые еще не надежны. Собственно говоря, какую задачу мы пытаемся решить? Теперь представьте, что у нас есть уже Kafka, да, все настроено, все замечательно, Kafka набита этими данными условными, и мы пытаемся понять, что там внутри этого стрима происходит, с учетом того, что у нас уже есть Kafka. Первый подход, который мы можем использовать, это так называемый do it yourself. У вас есть Kafka, да, уже это как бы наш базис. У нас есть Kafka producer, и у нас есть Kafka consumer. Мы вычитываем данные из Kafka, процессим ее, эти данные и отсылаем. Я специально здесь так показываю, потому что там как бы код нет смысла демонстрировать, демо будет немножко позже. Когда мы начинаем как бы работать с Kafka, начинаем заниматься процессингом этих сообщений, мы понимаем, что это очень сложно. Нам нужно решить кучу сопутствующих проблем, которые, как бы, казалось бы, мы не должны решать, но тем не менее они присутствуют. Во-первых, мы должны каким-то образом гарантировать fold tolerance, мы должны каким-то образом гарантировать state management. Не дай бог нам нужно за джонни два стрима данных, да. То есть все эти вещи, они уже имплементированы в других фреймворках, и вам вряд ли захочется делать это самому, потому что это нетривиально. Второй вариант. Опять же, у нас есть Kafka, у нас есть как бы задача процессить стримы. Мы берем и используем какой-то существующий фреймворк. Мы берем Storm, Spark, Sam, The Flink, можете сюда что угодно подставить. Как правило, первые два наименования, самые два популярных, то есть Storm и Spark. И после этого, как бы, вы начинаете понимать, что вы не можете, как бы, просто так взять и процессить данные без кластера. То есть вы, как бы, просыпаетесь с этой мыслью, начинаете уже имплементировать кластер, Kafka, все замечательно, и после этого ваше приложение начинает выглядеть вот таким вот образом. У вас есть Kafka. В принципе, это типичное приложение, по которому рассказывал Сережа на прошлом, как бы, докладе. Вот оно выглядит вот таким вот образом. У вас есть Kafka, есть Stream Processing Framework, есть ваш код, который занимается real-time процессингом, есть код, который занимается batch процессингом, есть внешняя база для каких-то look-up aggregation, вот как в случае с Сережей, это был Air Spike. Потом есть еще какие-то два стороджа, и в конце концов, есть приложение, которое занимается работой с клиентскими данными, с тем, собственно говоря, что в этом запроцессе ли. Как вы можете заметить, тут очень много движущихся частей в этой инфраструктуре, и замечательно, если она у кастомера уже есть. Просто вот Сережа много говорил, что у них там были кластера, там, как бы, эти ноды, да. Мы с Сережей работали на одном проекте, только в разных командах. У Сережи кластер было, у меня кластера не было, как бы, нам кластер никто не выдал. И вы смеетесь, как бы, вы смеетесь, но тут очень верное замечание. Мы до последнего, мы получили доступ реально к физическим машинам на последней итерации, да, перед тем, как команда закрылась, и, как бы, до этого наше приложение работало на не до конца понятных, как бы, физических принципах, потому что у нас был условный Voldemort, у нас был условный внешний сервис, условный HDFS и даже условный Spark, да. Мы это все локально запускали, но как это себя поведет в реальной жизни, мы не знали до последнего момента. И это было очень стрёмно. И дело в том, что, опять же, само приложение, как и все бедата-приложения, они достаточно простые сами по себе, да, там не так много кода, там много данных. И вот у нас было готовое приложение, но мы не могли его нигде запустить, потому что у нас, опять же, нет Spark, да нет ничего. И мы занимались большинство времени построением архитектуры, то есть инфраструктуры. Мы настраивали локально Spark, потом мы поняли, что нам нужно сделать так, чтобы Spark бежал в Mezos, и мы поставили локально Mezos. После этого мы поставили локально Voldemort, после этого мы поставили локально HDFS. И я понимаю, что если вы со всем этим сталкивались хотя бы раз, то, в принципе, это не проблема. Но когда вы это делаете первый раз, вы, мягко говоря, охренеете просто от происходящего, потому что, ну, серьезно, у вас написанное приложение есть, но вы его ни задеплоить, ни проверить, вы с ним ничего делать не сможете, потому что, ну, негде его деплоить. И опять же, я не говорю, что это, как бы, плохая архитектура, просто если она у кастомера есть настроена, и вам ее гарантированно дают, замечательно. Но если вы это делаете с нуля и для себя, вас ждет очень много, как бы, разочарований в процессе. Kafka предлагает, что если у вас уже есть Kafka Cluster, то вам никакие другие... Вопрос был какой-то? Показалось. А вот, а если у вас есть уже Kafka Cluster, то вам с библиотекой Kafka Streams ничего больше не нужно. Все вот эти вот возможности, в принципе, которые вам предоставляют все эти крутые фреймворки, вы можете добиться того же самого, используя всего лишь одну библиотеку. Сейчас я расскажу, каким именно образом. Ну, вот есть такой график, как бы, я его украл с сайта Kafka Streams. То есть, здесь условно две оси, одна простота. То есть, Kafka Consumer — это первый вариант процессинга стримов, про который я говорю, когда вы все делаете руками. Он самый простой, но, как бы, с ним тяжело работать, потому что не очень много возможностей он предоставляет. А с другой стороны, есть, как бы, эти монструожные спарки, штормы. Они очень мощные, но, как бы, вот эта проблема с тем, что вам нужно настроить кластер, еще один кластер, они, как бы, свои нюансы имеют. И где-то идеально посередине между ними находится библиотека Kafka Streams. Что она позволяет делать? Ну, во-первых, она берет на себя, как бы, кучу головной боли, да, она вас от нее избавляет. В первую очередь, она handlet fault tolerance, она позволяет вам расширять ваше приложение, она позволяет вам делать stateful, in-state, и state-less processing, она позволяет вам делать джойны, агрегации, Windows джойны, в общем, все, что хотите. Второе, она очень легковесная, то есть вам не нужен внешний кластер, кроме Kafka кластера, да. Kafka кластер вам, конечно, нужен, а вот приложение, чтобы в процессе данное, оно не является кластером, это просто обычное приложение. У него нет никаких внешних зависимостей, и они позиционируются как библиотеку, не как фреймворк. Это, как бы, не микробатчинг-система, она работает в реал-тайме. Тут, конечно, много копий уже было сломано, что лучше, микробатчинг или реал-тайм-процессинг, то есть, условно, если у вас есть автобус, да, вы можете забить его людьми и перевезти там за раз, да, это микробатчинг. Или можете каждому дать по автобусу, и пусть каждый едет, как бы, тут варианты, да. И тут все зависит от подхода. Если у вас, ну, если вам очень важно latency, если там до микросекунды, то, конечно же, Kafka Streams больше подходит. Если вам это latency устраивает, там, допустим, 30 секунд, минута, как работает Spark с микробатчами, то, в принципе, можно использовать и Spark. Самое важное, что мне больше всего понравилось, то, что эта библиотека, она очень, как бы, дружелюбна для разработчиков. Во-первых, там есть два типа API. Ну, условно, как бы, high-level API похоже на Spark, а low-level API похоже на Storm. Вот, я сейчас покажу оба примера. И, как мне показалось, простому разработчику, который не имел, как бы, раньше опыта работы со стриминг-приложениями, ему будет гораздо проще разобраться. То есть здесь нет необходимости изучать, как там работает, условно, Spark, что такое экзекьюторы, да, как там все реализуются эти таски, распространяются по машинам. Там, ну, короче, тьма проблем. И что мне, опять же, понравилось, что можно написать условно микросервис, на котором вы сможете протестировать свою идею, изолировать ее, где-то там заранить, проверить ее перформанс и потом с продакшен, как бы, завести за очень быстрое время. Но это, как бы, все мои, как бы, домыслы. Возможно, кто-то будет не согласен. Какие-то вопросы есть пока? Да. Они позиционируют, что, используя библиотеку, вы, условно, можете писать микросервисы. То есть у вас есть отдельный какой-то сервис, это никак не связано с чтением и записью. У вас есть сервис, который параллельно стоит, да, он, условно, что-то читает, протестит эти данные и записывает их куда-то. Но нам тогда требует выбрать машину, которая сможет обраковать эти данные. Я расскажу, как это все скалируется, да. Это, естественно, не одна машина, да, здесь тоже нужно много машин, но давайте не будем забегать вперед. Пример, как выглядит DSL. Сначала мы инстанциируем процессор топологии, процессор топологии. Что такое топология? Кто-то работал со штормом, со спарком, это везде очень похоже. Строится некий граф операций, к этому графу будет применена эта запись, которая придет из кавки, пройдет через все пункты этой топологии и превратится в радость и солнечный свет в конце, попадет в кавку. Есть как бы source-процессор, с которого все начинается. Это там, откуда приходят данные, да. Мы указываем, что мы будем читать данные типа string, string, мы будем отчитать из какого-то input-topic, да. После этого мы говорим, а, я забыл, что я показываю. Мы показываем типичный Hello World пример в Big Data, мы считаем слова в предложениях. После этого мы применяем как бы некую трансформацию. К нам приходит линия, мы эту линию разбиваем на слова, да, мы делаем flatMapValues, потом мы группируем, и потом мы считаем, сколько у нас слов получается. Мы добавили три строчки кода, и у нас добавилось три stream-процессора. Важное замечание. Так как count-операция, она требует сохранения где-то промежуточного результата, да, это как бы агрегация, она должна где-то быть сохранена. Последний инстант стрим-процессора, он имеет тип k-table, а остальные два k-stream. Я немножко попозже расскажу, что это значит. Важно заметить, что вот такая желтая цилиндра, ассоциированная с последней таблицей, это локальный storage. Я расскажу, что это значит немножко попозже. И после того, как мы эти данные запроцессили, мы записываем их обратно в Kafka. Чума? Куда еще можно записаться? В Kafka. Пока в Kafka, но я читал очень интересный адекват. Ребята, которые разрабатывают Kafka-коннекторы и которые разрабатывают Kafka-стримс, они собираются сделать так, чтобы ты сразу из коннектора, который условно читает с HDFS, превращал это в стрим и писал сразу же в S3. Но эта библиотека очень молодая, очень активно развивается. Я имел неосторожность на их форуме зарегаться, спросить пару вопросов, и теперь меня тупо, я извиняюсь, насилует чувак какой-то, я не знаю, он или сейлс-менеджер, или кто он требует. Он мне раз в двое суток пишет письмо и говорит, что у него есть свободный слой, чтобы пообщаться со мной. И я не знаю, как от него избавиться, к сожалению. Я ему уже мягко написал, что у них чудовая библиотека, что все замечательно, но я не хочу с ним общаться, но он не понимает. С этим примером все понятно, да? Здесь ничего сложного нет, ну как бы условно ничего сложного нет. Второй пример немножко более сложный, потому что он использует процессор API. это если вас по каким-то причинам не удовлетворили возможности, которые предоставляются DSL, вы можете что хотите с этими сообщениями делать, но немножко на более низком уровне. Начинается все аналогичным образом, мы строим топологию. Здесь мы руками создаем локальный стор. Это отдельный кусок кода, он пока никак не связан с топологией. Мы говорим, что мы должны сделать стор с таким-то именем, с ключами типа string, значениями типа long. Этот стор локальный, он должен сохраняться где-то, да? То есть он должен быть персистом, там есть варианты. Опять же, но я тоже немножко попозже расскажу. И типа построен нам такой стор. После этого мы здесь явно указываем. Если на том примере мы просто говорили, что мы читаем откуда-то, здесь мы явно указываем source. Я просто переключусь обратно на тот слайд. Да, вы видите, мы там писали builder stream и указывали топик, а здесь мы явно указываем, что нам нужно вот именно source процессор добавить. Мы даем ему имя, что это source процессор, потом указываем с кого топика читать. И теперь добавляем процессор, который будет заниматься подсчетом слов. И здесь мы явно этот процессор имплементируем. Вот его код внизу здесь появился. В него приходит сообщение. Мы это сообщение по ключу пытаемся достать из локального стора. Если оно там есть, мы прибавляем единичку. Да, мы инкрементим. Мы говорим, что это слово уже там есть, и мы увеличим его count. И форвардим это сообщение дальше в следующий процессор. Да. Вот мы в конце добавляем явно опять же sync процессор и указываем, что мы хотим эти сообщения писать там в output topic. Ну, в общем, в принципе, функционал аналогичный. В принципе, наверное, количество кода тоже плюс-минус аналогичное. Но процессор API позволяет делать гораздо более гибкие вещи. Вопросы есть какие-то? А с Local State Store спорится на Instance? Да. На Instance? Да. А кейртеншин по полису на Local State Store? А я сейчас расскажу. Или нет, я не знаю еще. Там дело в том, что тут нет как бы... Это все происходит на одной машине. Это... А, окей. Ну, и... Теперь вот я возвращаюсь к вот этому вот слайду, на который я просил обратить внимание, что два процессора у нас имеют instance k-stream. k-stream как-то звучит не очень благозвучно, поэтому k-stream. И как бы k-table. И сейчас я расскажу. С точки зрения создателей Kafka, Kafka Streams, они утверждают, что стримы и таблицы – это одно и то же, просто с разных точек зрения. Представьте себе условно, что у нас есть некая таблица с неким условным пользователем, с некими данными о пользователях и количеством посещенных страничек этими пользователями. Во всех как бы современных, ну, грубо говоря, я не помню, как это точно называется технология, но мы можем включить некий... Я забыл. EventSort. Ну, практически, да. Мы можем сказать, что... Не совсем EventSort, что условно логировать изменения в базе данных. И... А? ChangeData. Да, 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 да. Что мы можем логировать изменения в базе данных. И вначале, как бы, у нас база данных пустая. После этого в ней появляется первая запись Alice1. Мы логируем эти изменения. И, по сути, эти изменения в таблице, на самом деле, являются стримом. Да? Более того, благодаря вот этому дуализму между таблицами, да, и стримами, мы в любой момент можем из стрима опять восстановить таблицу. Это, на самом деле, самая жестиковая часть презентации, потому что вот я в прошлый раз в Одессе рассказывал, никто ничего здесь не понял. Я надеюсь, что как-то более понятно здесь. Но он в Альфе еще, или нет? Да, он в Альфе, но он так же самый. Ну, я, к сожалению, не успел посмотреть, но, в общем, не суть. Таким образом, мы сможем заявить, что стрим — это changeVoc таблицы, а таблица — это материализованный стрим в определенное время. И поэтому вот Kafka Streams предоставляет нам две абстракции. K-Stream — это бесконечный поток данных, а таблица K-Table — это как бы материализованный стрим. Вопрос есть? Так, разумеешь, в принципе, будь-який процессинг имеет в конечном итоге видать K-Table, правильно? То есть мы не можем K-Stream разобрать? Чем можем? Можем, если мы не делаем никаких агрегаций, если нам не нужно нигде хранить никакое промежутное состояние, если нам нужно просто условно одно значение превратить в другое значение, и не надо нигде его сохранять, то мы можем пользоваться K-Stream. Но если мы должны сделать какую-то там Windows Join, что-то посчитать, какую-то фильтрацию сделать, то тогда, конечно же, K-Table. Сейчас, секунду, водички глотну. Давайте поговорим про масштабируемость. Сейчас я пока пью, а вы смотрите на слайд. В общем, у нас есть Kafka Cluster. У нас есть одно приложение наше, которое читает из четырех Kafka Partition. Есть Topic, и в нем четыре Partition. У нас есть одно приложение, у него есть некий ID, называется MyFirstApp, и оно замечательно читает из четырех Partition. Но в какой-то момент мы видим, что оно не справляется. Приложение не успевает в процессе эти данные. Что мы делаем? Мы добавляем еще два инстанса. Сама Kafka, когда видит, что из этого топика начинают читать приложения, у которых тот же самый Instance ID, оно понимает, что оно должно каждому приложению выдать свой Partition для чтения. На картинке Partition — это вот эти квадратики цветные. На этом слайде мы видим, что все читают все четыре квадратика, то есть одно приложение читает все четыре квадратика. А здесь мы видим, что Instance 1 и Instance 2 получают только свой Partition, и только третьему, как бы Instance, не повезло, он продолжает читать из двух Partition. Таким образом, количество Partition является единицей, так сказать, масштабируемости системы. Если вы видите, что ваше приложение не справляется, вы модифицируете Kafka Topic, указываете количество Partition, 50 условно, или 150, и поднимаете 150 инстансов вашего приложения. Если, не дай бог, ваше приложение падает, то Kafka опять же замечает, что консюмер выпал из группы и пытается нагрузку распределить между двумя оставшимися приложениями. В чем важное отличие от Spark стриминга, что инстансы приложения можно было динамически и убирать динамически, а вот Spark стриминга вам придется остановить процессинг целиком, чтобы он потом как бы все перераспределил. Вопросы есть какие-то? А если падает Kafka? Ну, этот вопрос популярен очень, как бы, но мы не застрахованы. То есть, если Kafka падает вся целиком, или только один Instance Kafka падает? Kafka тоже распределена, там Kafka Cluster, там как бы не одна машина. Там есть какая-то главная новая, которая может упасть туда всякая? Ну, там нет как бы такого, там есть некий кворум, каждая машина в текущий момент является там лидером, ну, как я рассказывал, она падает, лидерство переходит к другой машине. Когда я рассказывал в Одессе, мне спросили, что будет, если там в дата-центре короткое замыкание произойдет, но тут как бы никаких гарантий нет, Kafka Cluster не умеет без электрического работать, то есть, что-то должно находиться живым, если все целиком попадает, стриминга становится. Я, ну, если, например, Kafka упадет, легко ли ее поднять опять? Могут быть какие-то проблемы у вас? Нет. Нет, ну, я просто такими экстремальными виски с ними не занимался. Сама Kafka, она, в принципе, Kafka Cluster, он очень легко поднимается, условно сказать, что не будет никаких проблем. Это ведь Big Data, какие-то могут быть проблемы. Но с такими проблемами, как Сережа, вот как бы я не сталкивался. Здесь нормально поднимается инстанс, нет никого вот этого безумного рибавансинга, все работает, все как бы... Если там эпидемия чумы начнется или Армагеддон, то, наверное, Kafka Cluster уже актуально не будет. Поднять новый инстанс, добавить машину в Kafka Cluster, это не проблема. Еще один вопрос. У вас здесь все разделено. Один инстанс, одна и трипуха, я так понимаю. Это разные микросервисы. Можно дублировать. А зачем? А зачем? Вы хотите репроцессить? Когда диван-патент произошел, его нужно отслать в банк. Отлично. То есть, да, вы просто другой инстанс указываете. Инстанс ID вы указываете другой, и тогда приложение будет из того же топика читать с самого начала, условно, да? Оно не будет читать те данные, которые уже были другим инстансом. Это будет его личный поток данных. Как я говорил, данные... Два микросервиса поднимаются, у них разные ID, они читают из одного и того же топика, но с их точки зрения, это именно их данные, они никак не пересекаются. Ну, я надеюсь, что это ответ на вопрос. Если нет, у меня другого ответа нет. Ты сказал, что добавить новый нод в кластер не проблема. Допустим, я добавляю 10 нод в кластер, он, в принципе, с партишной забитой, там он может каждый по терабайт находится. Ну, условно, я... Добавить просто, а дальше там как бы... Дальше проблемы начинаются. Серьезно? Тут кем-дема ансортера варит, там уже... Да. Давайте поговорим про... Вот я упоминал этот кейтейбл, я упоминал локальный сторож. Давайте поговорим, каким образом Кавка помогает нам справиться с этой проблемой. Поток данных, который подается на вход, есть ваша стрим-процессинг-джоба, которая бежит на трех машинах уже, есть аутпу, да, то есть мы что-то прочитали, запроцессили и выдали наружу. Очень популярный как бы паттерн в стриминге, это когда мы процессим данные, нам нужно какой-то сделать внешний лукап, вот как Сережа делал лукап сначала в Voldemort, потом в Cassandra, потом в AeroSpike, да, условно. И как бы это проблема, потому что добавляется межсетевое взаимодействие, это еще один кластер, да, и Кавка стримс уверяет, что нам в принципе нет необходимости иметь внешний никакой сторож, да, мы можем это прямо в instance Кавки поместить. По умолчанию Кавка предлагает два способа хранения, да, информации, как бы в этих локальных стейтах, это либо in-memory, то есть он в памяти находится, либо они позволяют физически это хранить при помощи RockDB. Я не знаю, что такое RockDB, к сожалению, но они уверяют, что это какая-то штука, оптимизированная для работы с SSD, она очень быстрая, мега надежная. Пытливый зритель спросит, а что произойдет с этим локальным стейтом, если машина одна упадет? Отличный вопрос, на который у меня есть ответ. Все локальные стейты, они на самом деле среплицированы через кавкотопики. И когда машина падает и потом поднимается, есть некая мета-информация, которая говорит о том, что с этой данной, с этим приложением был ассоциирован локальный стейт. Локальный стейт сохранен в кавкотопике. Давайте мы его обратно из кавкотопики вычитаем и поместим обратно в машину. В последней версии, это локальные стейты, это локальные базы. Я просто не успел нарисовать слайд, буквально две недели назад вышла новая версия, появилась глобальная таблица. Глобальная таблица реплицируется на всех машинах, и условно все машины имеют доступ к одному и тому же стейту. Просто очень тяжело рисовать слайды, вы не поверите, и поэтому я не успел тут придумать, как это изобразить. А тут выходит, что цель локал-стейт мутикс-позитэшн? Да. Вопросы есть? Нет вопросов. Теперь вот у нас уже есть этот внутренний стейт, и как бы глупо было бы не воспользоваться им. То есть условно мы используем его не только для процессинга, а давайте использовать его, чтобы выдавать данные наружу, не только Kafka. Есть фич, они называют это Interactive Queries. Они позволяют извне Kafka приложения получить доступ к этому локальному стейту. Условно у нас есть приложение, которое вот там что-то уже запроцессило, и мы храним локальный стейт. И у нас есть пользователи, которые шастали по нашему приложению, вот Дима один раз зашел, и Вова один раз зашел. Замечательно. Теперь у нас три наших приложения, да, и все эти данные разбиты, как бы Дима с Вовчиком как бы на первом хосте, Паша с Толиком на втором, и вот Ири как бы с Лешей повезло, они на третьем хосте находятся. То есть у них команда как бы более такая традиционная. Вот, и каким образом, каким образом мы можем, мы же не знаем, да, то есть мы хотим получить данные про Диму, или там, допустим, условно про Лешу, а мы не знаем, на каком хосте они находятся. Что позволяет сделать Kafka? Все эти инстансы, они обмениваются между собой метаинформацией, и мы по ключу, по ключу, на входе любого инстанса сможем понять, на каком инстансе находятся настоящие данные. То есть мы приходим на хост 1, задаем вопрос, Дима тут сидит? Хост 1 отвечает, да, Дима здесь сидит. То есть мы никуда дальше не идем, вытаскиваем данные с вокального стейта и радостно с ними работаем. Приходим опять же на хост 1 и спрашиваем, а где Ира с Лешей? Хост 1 спрашивает, Леша сырый тут? Ну как бы вокально. Квастер отвечает, нет, они находятся на третьем хосте. И нам как бы нужен наш запрос переправить на третий хост. Естественно, естественно, только метаинформация. Почему они не добавили communication layer? Потому что они не знают, что для вашей компании оптимально. То есть в примерах, которые они предоставляют, это REST. То есть это просто REST взаимодействие между двумя инстансами Kafka Streams приложения, но вы можете добавить любой другой уровень, который вам хочется. Ну это же будут два последовательных запроса. Да, сначала вы спросите, где Дима находится на первом хосте, вернется, что я нахожусь здесь, и Дима, как бы, получите к нему доступ. Да, да, да. Я как бы сказал, есть глобальная таблица уже, которая среплицирована между всеми инстансами. То есть вам нужно как бы уже самим решать, чем там, как бы, ну. Как-то быстро очень разогнался. В принципе, это был последний слайд у меня. Предпоследний. Подождите, у меня еще будет демо. Подождите, подождите. У меня еще есть два слайда. Да, вопрос. Можно вытримать и доступ к глобальному степену вопросу к OHI и интерап коммунициейшнам? А как? Ну, то есть вы, ну, интерактив квери, это просто... Дальше дурок деби самого, напрямую на React Access. Нет. Ну, то есть, наверное, можно, но я таким не занимался. То есть вам нужен все-таки бегущий этот процесс стриминг-приложения. Вы из него получаете стор и через это API взаимодействуете. Более того, они очень нежелательны, там, ну, достаточно нетривиально. Они предоставляют такое чтение, они не предоставляют запись. Да, да. И как бы там по-разному можно это использовать. Вы можете условно при поднятии ваша Kafka Streams-приложения набить его данными при старте. Если у вас есть какой-то статический датасет, который вы знаете, условно какая-то геоинформация, вы можете использовать Kafka Connector подключиться к какой-то таблице или к чему вы можете себе представить. Перегнать данные из этого внешнего источника в топик и получить его в вашем приложении. Это аналогия с темп таблицей в Spark. Это правда? Да. Но темп таблиц она не персистится нигде. Ну, помимо чекпоинтов. Честно говоря, тут вот эти вот все как бы аналогии со Spark, они не совсем уместны, потому что в тот момент, когда вы начнете джойнить стримы на Spark, и там, я не знаю, много людей со Spark работало, со Spark Streaming? Поднимите руки. Ну, понятно. Вот вы когда, вы видели DAC после того, как вы начинаете джойнить эти стримы, он рисует этот DAC бесконечный. И на каждый раз он увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я когда первый раз увидел, чуть не посидел, потому что я даже не знал, что с этим делать. Мы в какой-то момент с командой мы пытались, ну, я на полном серьезе писал в Google запросы как по внешнему виду виду DAC понять, у вас приложение нормально работает или нет. Я понимаю, что это достаточно как бы так звучит специфически, но просто там у меня, к сожалению, нет скриншота. Если бы я вам его показал, вы поняли, какой здесь как бы вывод, да? Там есть очень много каких-то таблиц, которые как бы сравнивают эти решения Kafka Streams, Apache Storm, Apache Spark. Все зависит от того, какую таблицу где читать. Вы заходите на Spark Streaming, они говорят, что мы круче всех, потому что мы делаем микробатчинг. Заходите на Kafka Streams, они говорят, что мы круче всех, потому что мы реал-тайм. Ну и там условно каждый кулик свое болото хвалит. В чем преимущество конкретно этого подхода, что здесь вам нужен только Kafka Cluster. Остальное как бы Kafka берет на себя. Вы пишете маленькое приложение, и оно взаимодействует только с Kafka. Нету никакого еще одного там аэроспайка, который там условно не работает. Нету еще одного... Ну там, можете себе представить. Вот. Это конец презентации. По умолчанию это все конфигурируется. То есть они, я, к сожалению, не помню дефальтивных настроек, но вся коммуникация внутри Kafka Streams происходит через внутренние топики, которые как бы явно наружу не экспозятся, они там с какими-то условными значениями по дефолту создаются, вы можете, естественно, это изменить. Нет, нет, нет. Kafka Cluster бежит отдельно. Это отдельные приложения, которые бегут. Это условно в этом плюс. Это просто простейшее Java-привожение, с мейн-методом, в котором вы коннектитесь к топику. Что-то из него вычитываете и обратно в топик записываете. Это именно три приложения, три отдельных процесса, которые, правда, с собой никак не коммуницируют. Вся коммуникация идет через Kafka. А тогда получается, что красненькая, если отвалится, но получается, мы тогда данные не процессим, мы не записываем оффсет обратно, мы не говорим Kafka, какие данные мы прочитали, мы как бы ждем. Ну правильно, но тогда получается, что это на стриме. Если у вас вбалится кто-то помогает, для того, где придется короче, зигнать, правильно? И там будет вычитывать той запресистанный стейт из топика. Нет, нет, подождите, стейт, давайте не путать. Есть топик, это топик, стейт, это стейт. Если мы не читаем ничего из топика, мы не делаем с этими данными никаких манипуляций, мы ничего в стейт не складываем. Это топик, это не стейт. То есть топик, это стейт все равно, да, в кавке, но я к тому, что input stream и этот стейт, они напрямую никак не связаны. То есть я сейчас покажу просто приложение, но представьте, что опять же, приходят те же самые пользователи, вы вычитываете пользователей из топика, и вы считаете, сколько у вас пользователей по городам. Эти данные вы сохраняете в стейте. В input stream их нет. Я надеюсь, что я ответил на вопрос опять же. Может быть, не ответил. А прийдет, например, какой-то час налиштования нашей кавки, и данные, но там про всех користующих вытруются. Чем это для двухслой? Нет, мы указываем, нет, в этом-то и прикол, что кавкотопик, он в принципе, если у вас позволяет дисковое пространство, вы можете сказать, что держите там 2 терабайта, вот Сережа бы сказал бы, держите, или сказал, что держите эти данные две недели. Если вам нужны эти данные за репроцессии, с самого начала прочитать, ради бога, вы там есть как бы возможность или поменять, ну в общем, вы при старте приложения указываете, с какой точки кавкотопика вы будете начинать чтение. Вы можете условно с самого начала начать и данные опять зарепроцессить. И вот эта вот возможность проиграть этот стрим заново, он очень как бы хорош для продакшена, что вы приложение ваше запустили, прогнали его, но вы эти данные никуда не удалили, вы посмотрели, правильно ли ваше приложение работает или нет, сделали какие-то багфиксы, запустили его еще раз и опять те же данные благополучно прочитали. По ключу, по ключу, как бы происходит партишенинг, да, там по умолчанию, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь, используюсь за мурмур хэш сэмпл, и он как бы очень быстро работает, разбивает по ключу данные, как вам нужно. Я сейчас покажу, как это в ходе работает, если интересно. Да. Это отличный вопрос, все зависит от того, что с чем джойнить. Если вы джойните два стрима, то это 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 виндуу-операция всегда, то есть там да, вы говорите, что вот я сейчас покажу, у меня есть этот как бы есть этот юзкейс, приходят два данные из двух кавкотопиков, и вы говорите заджойнить их по ключу, там поддерживают сэлэф, таутер джойны, инер джойны, но там сейчас семантика постоянно меняется, они как-то пытаются достичь какого-то там совершенства, я знаю, что сейчас немножко семантика джойнов поменялась, но в принципе, если вы джойните две таблицы, то семантика полностью аналогична джойнам в SQL базам данных, если вы джойните стримы таблиц, там тоже все просто, самое сложное, это именно два стрима заджойнить, но все работает. Что здесь подразумевается под параллельностью? Данные вычитываются из партишна последовательно, если вы хотите параллельно, вам нужно эти данные соответственно разбить по разным партишнам, то есть вы можете условно сделать пять партишнов, и наверное, это будет ответом на вопрос. Да? А он в топике находится, есть какая-то мета-информация, которая говорит, что это приложение она сберегается в другом топике. Условно, в общем, как бы все хранится в Kafka Cluster. Окей, то каждый instance, когда я стартую, в топике записываю, что я вот такие instance, и вот моя методата такая. Условно говоря, да, и он также записывает offset, на котором он остановился. Если он упал, хранится offset, на котором он упал, и хранится информация, что этот топик был ассоциирован с вокальным стейтом, с каким-то. Вот этот вот граф, который мы там условно выстраивали, считали слова, и когда поднимется этот instance, или эта задача будет переброшена на другой instance приложения, он воссоздаст вокальный стейт из этого change log stream. еще вопрос, да? Да, да. Это штука вас уже везет в фроне выхранствовательства? Я просто говорю, мы не успели то приложение даже в продакшен вывести, то есть на тот момент, когда я писал вот эту вот переносил, мы были в состоянии, о котором я говорю, у нас не было кластера, да, и как бы локально оно было абсолютно идентично Spark приложению. Потом как бы Тарас не даст соврать, там очень специфический кастомер был, максимально специфический, и в общем они 24 года в бизнесе уже как бы, к слову, и в общем там очень тяжело было от них получить какого-то наше мнение короче просто игнорировалось, то есть я хотел в какой-то момент предложить им это использовать, потому что наша задача на проекте, она реально подходила идеально под этот use case подходила, и именно поэтому написал это демо-приложение на Kafka Streams. Нам нужно было условно прочитать данные из Kafka, сделать им некий enrichment, запросить внешненький value storage, и за Johnny 2 Streams, которые там приходят в разный промежуток времени, и записать это в еще один Kafka Topic. И мы для этого нагородили там жуткую жуть. Да, да, да. А там вы спочатку сгадывали про watermark. Да. Можно эти кустынки вводить? Нет, это как бы, нет, это Kafka, может быть и можно, но я просто я не знаю зачем. Вы хотите читать данные, которые еще не были среплицированы? Ну, я так разумею, что там, ну, в принципе, да. А зачем? Ну, то есть, давайте, давайте сначала найдем проблему, а потом будем для нее искать решение. То есть, наверное, можно. Я думаю, что можно явно руками offset указать, я не знаю, даст ли это, ну, просто такими, как бы, не занимался изысканиями, извиняюсь. Все, закончились вопросы? Слава Богу. Да, ну, просто вопрос не заканчивался, сейчас я покажу, да. Трошечки, та контора, которая вот предлагает это решение. Они собирают миллиард юзкейсов по всему миру, кто как использует Kafka. Использование Kafka для микросервисов с event sourcing, и я забыл, как это уже называется, это у них там целая статья этому посвящена, с красивыми слайдами. у них целая статья с красивыми слайдами вот в таком же стиле нарисовано, ну, это, честно говоря, ихний стиль, я просто все перерисовал. И там можете посмотреть, очень интересно почитать, и есть реальный пример как бы кастомера, и даже, кажется, ни одного, которые столкнулись с тем, что им Spark не подходил, они не хотели завязываться там условно на Mezos или Yarn, им по тем же причинам не подходил Apache Samza, потому что им для функционирования тоже Yarn нужен. И когда вот эта вот штука вышла, они были в полном восторге, они уже хотели писать свою стримбиблиотеку, но вот это решение их полностью удовлетворило, потому что нет у них этой инфраструктуры, не хотят они ее строить, слишком сложно будет, а это приложение, эта библиотека их полностью удовлетворяла. Спасибо.